представляю программу который пользуется ей удобно предназначена она для пользователей который коттедж версии 5.5 но многие использовали в 6 версии с удовольствием и так она состоит из четырех блоков 4 год пока со стропилами еще не написан поэтому будем пользоваться только тремя итак первый блок все очень просто создан он наподобие 6 версии для пользователей 5 чтобы было удобнее самим носить разные сечения как этим пользоваться сейчас объясню мы выбираем нужно нам бревна диаметр допустим 320 ширину паза можно поставить углу например 132 нажимаем расчет после чего программа сама вычислить высоту ряда ашроу высоту сечения и перенесет этом нижнюю таблицу эта таблица полная копия таблицы dbf своего файла логос т.д.1 вот здесь она у нас как раз об этом говорит что мы делаем далее мы просто открываем dbf навигатор к сожалению у меня нет 5 версии на компьютере здесь поисковике мы находим папку бин в ней открываем файл логос т.д.1 открывается табличка после чего мы здесь добавляем вот таким вот образом поднимаем и просто копируем в ячейке значения с ячеек после чего закрываем и при открытии программы к 3g т.к. мы видим там новое очень простая функция то же самое можно сделать с бревнем вот здесь указано поставляем разные и вноситься будут значения в таблицу логос т.д.2 да еще хочу подсказать интересную вещь как работает программа значит мы можем выбрать диаметр бревна указать ширину паза и программа автоматически вычислить высоту ряда можно поступить по-другому как это делается в программе к 3 катать шестых версий мы можем просто задать любую высоту ашроу свою ну к примеру мы возьмем 190 сейчас нажмем рассчитать после этого программа выдаст нам уже ширину паза необходимо для такой высоты ряда вот и вся функция этой программки закрываем теперь самая простая маленькая программочка высота стены работы по тому же принципу она еще и сохраняет те же размеры которые мы только что выставляли по бревну но делается очень просто мы хотим рассчитать допустим привод с такими параметрами бревна предполагаем высоту стены вот обратите внимание справа здесь даже мульти какой небольшой показывает спрашивать сколько же нам нужно линцов вот мы задаем высоту например мы хотим высоту 3540 миллиметров нажимаем кнопочку расчет и она нам говорит что надо этого понадобится 12 венцов такого сечения но это данные округленные поэтому если мы хотим точную высоту получить мы заходим в другую ячеечку где вот у нас уже спрашивает какая то будет высота и задаем сюда 19 венцов после чего у нас есть выбор мы все знаем что нижний венец у нас по высоте немножко выше чем все остальные поэтому если мы хотим например от фундамента до какой-то высоте вычислить высоту в венцах то мы говорим с учетом высоты первого венца и программа нам выдает 3635 миллиметров далее если нам нужно где-нибудь добавить на втором этаже там несколько бревнышек и узнать какая же это будет высота тогда естественно мы выбираем без учета высоты первого венца и вот у нас выдает программа 3610 миллиметров очень просто то же самое можно сделать ну и самая большая и мощная программа это расчет на пролетную базу сейчас мы дождемся когда она загрузится потому что немножечко уходит время на загрузку вот выглядит примерно так справа вот здесь у нас полезная информация то есть для тех кто не очень силен в расчетах здесь будут высказывать различные подсказки какие-то полезные советы и так далее при наведении на и ячейки для заполнения данных например вот мы наводим на сосну и видите да у нас пока вы бывают подсказки если вам необходимо провести расчет балки свежесрубленной древесины после выбора породы можно поставить галочку вот сюда наводим у нас высказывает подсказка свежесрубленной древесины ну давайте возьмем например сосну и ставим свежесрубленной древесины здесь выбор большой основных пород древесины все это рассчитывается согласно двух снипов балки реконструкции деревянные и нагрузки воздействия далее выбираем сорт древесины но мы оставим второй если мы наведем то опять же появится подсказочка далее условия эксплуатации это зашифровано согласно снипу буквы ными обозначениями от а до г справа мы можем просмотреть что обозначает каждого каждое значение самое распространенное это конечно вот эти вот а1 а2 поэтому мы оставим их вблизи далее балки между этажных перекрытий мы можем выбрать чертаечные балки консольные и так далее ну вот нижние это конечно используется при расчете таких мастилов ближе к кровельным поэтому мы выбираем балку между этажных перекрытий оставляем здесь ничего вводить не надо программа сама показывает относительный прогиб после того как мы ведем длину балки например 6000 миллиметров и уйдем на следующую ячейку у нас программа покажет предельный прогиб нашей балки вот 24 миллиметра больше балка не имеет права прогнуться при данной длине теперь мы выбираем шаг балок к примеру возьмем 1000 миллиметров и выбираем диаметр балки допустим 240 теперь опускаемся ниже выбираем нагрузки сам распространенная нагрузка это распределенная то есть это вот вес самих балок всех перекрытий утеплитель и прочее то есть весь пирог перекрытия учитывается вот при такой нагрузке если мы хотим поставить там какой то еще предмет допустим пак с водой допустим то тогда мы выбираем естественно сосредоточен вот здесь картинка изменяется нам подсказывает но при этом программа будет считать и естественно сам пирог перекрытия и дополнительную нагрузку в качестве примера мы рассмотрим распределенную нагрузку как во всех программах которые вы уже привыкли в интернете видеть там обычно требуется ввести нагрузку какую нагрузку с какого потолка ее брать не знает никто поэтому здесь у нас существует специальный модуль нажимаем определение нагрузки пользуется им очень просто он нам прям говорит что нагрузки приходясь на один погонный метр в килограммах и вот наш шаг балок один метр для чего сделана таблица сейчас я попробую объяснить внизу мы видим рисуночек будущего перекрытия то есть наши балочки под номером 1 верхний щитовой накат под номером 2 соответственно вот этим вот цифрам у нас в таблице пронумерованы ячеечки итак вы видите уже автоматически программа просчитала вам собственно вес балки при нужном диаметре далее мы хотим допустим положить на наше перекрытие верхний щитовой накат ставим галочку и выбираем или доска лиственница или доска выберем доска сосна дальше нам нужно просто указать толщину доски допустим мы положим здесь 47 досочку программа уже автоматически пересчитывает и плотности то есть человеку не надо напрягать свою голову знаниями только выбирать дальше нижний щитовой накат номер 3 смотрим на рисуночке вот это у нас такой как бы подшивочка на которую будет укладываться утеплитель и прочее возьмем мы ее из той же доски допустим 25 толщины после чего мы можем выбрать еще верхнее покрытие ну если это междуэтажное прикрытие то понятно что мы можем сверху положить или фанеру сосновую или березовую или бактеризированную можем ДВП, ламинат, паркет, линолеум ну в качестве примера давайте вычистим допустим линолеум зададим толщину линолеуму примерно 4 миллиметра дальше между этажами надо уложить утеплитель ставим галочку выбираем здесь у нас есть и шлаки, песок, керамзит это чаще используют на банях курса, базальтовая вата, пенопласт или подобные материалы мы выберем допустим базальтовую вату и зададим толщину раз у нас вот толщина нашей балочки 240 ну давайте полностью заполним эту пространство тоже зададим 240 далее нижнее покрытие это имеется ввиду что уже декорированный потолок что же мы можем здесь выбрать здесь у нас предлагается ДВП, ламинат, разные виды фанеры МДФ, гипс, асбест, алибастер это если кто-то захочет какую-то алипнину делать или что декоративное сухая гипсовая штукатурка вагонка и так далее ну допустим мы выберем вагонку ну какую-нибудь вот возьмем допустим дубовую и зададим ей стандартные 13 толщины размер дальше пароизоляция вещь практически не обязательно но дело принципа раз она и существует давайте зададим здесь уже толщину указывать не будем потому что эту пленку укажем просто в килограммах 2 или 4 там больше не бывает ну допустим 4 килограмма она будет весить дальше вот здесь у нас имеется без номера дополнительный элемент вот подсказочки предоведения если мы не нашли аналогичных материалов мы можем ввести вот именно в этой ячейке нагрузочку ну например вот мне хочется добавить сюда еще там допустим 120 килограмм вот я могу добавить но при этом мне нужно обязательно поставить галочку вот допустим 120 килограмм вот далее коэффициент перегрузки он находится в диапазоне от 1,1 до 1,4 вот в качестве примера покажу допустим я не знаю ничего и ставлю коэффициент перегрузки 5 не понимая что я делаю после того как я только перейду на другую ячейку вот допустим вот сюда вот видите программа автоматически возвращает на максимальную нагрузку 1,4 то есть ошибиться невозможно и точно так же сделать с минимальной для чего это сделано можно ничего не вводить если мы например уже готовы выполнить наш проект по тем условиям которые мы сейчас выбираем то естественно дополнительный элемент мы не ставим для того чтобы убрать достаточно просто снять галочку и у нас все обмагается для чего еще сделан этот элемент допустим если мы делаем открытую террасу когда-нибудь туда упадет снег что мы можем сделать здесь спрятана такая вот маленькая штучка под названием снеговая нагрузка нажимаем открывается карта можем развернуть ее во весь экран выбираем наш снеговой регион ну допустим я нахожусь в пятый регион и в этой табличке просто кликаю по любой из вещей пятого региона карта сворачивается и сюда должна прийти нагрузка так как галочка снята у нас ничего не ставится ставим еще раз галочку и повторяем процедуру снеговая нагрузка пятый регион вот обратите внимание все нагрузки снеговые уже сюда подключились дальше обязательно делается полезная нагрузка для чего это делается это как бы дополнительно мы нагружаем вот если кто-то там мебель расставляет и так далее для этого существует вот такая вот ячеечка здесь очень кратко изложена содержание поэтому когда мы по ней кликнем вот в правом нижнем окошке здесь будет полный список взятый из снипа здесь мы можем ознакомиться что здесь будет у нас находиться вот к примеру мы можем просто крутить колесиком и программа сама будет подставлять необходимые нагрузки зала объемные и так далее можем выбрать из списка допустим чердачное помещение так мы выбираем квартиры жилых зданий гостиниц пожалуйста мы можем выбрать увеличиваем и вот просчитать что здесь входит в этот и вот у нас же выставлена нагрузочка после чего мы можем нажать подсчет нагрузок ну программа выдает все нагрузки то есть мы можем для чего это сделано это когда человеку нужно подобрать какие-то нагрузки например мы с вами сделали расчет но потом анализируем и думаем мы же делаем междуэтажное перекрытие какая у нас может быть снеговая нагрузка естественно ее быть не должно поэтому мы снимаем галочку и после этого уже можем смело нажимать применить в расчетах после чего программа обратить внимание переносит сюда уже нагрузку все остальное она держит в памяти наша задача осталась одна расчет нажимаем и смотрим что же произошло у нас должна была балка прогнуться на 24 миллиметра а при наших нагрузках она прогнулась на 26 миллиметров естественно перегруз для помощи появляется специальная кошечка с рекомендациями вот здесь написано внимание несущая способность балки по условиям прочности обратите внимание по условиям прочности наша балка удовлетворяет но вот по прогибу она у нас перегружена следовательно надо где-то изменить вот эти вот разные размеры для удобства здесь очень интересная функция которая нравится очень многим смотрите если мы не хотим менять диаметр балки и не хотим естественно менять длину пролета значит мы можем только изменить шаг какой шаг подобрать не надо подставлять экспериментировать там по полчаса до этого есть функция автоматически нажимаем кнопочку шаг обратите внимание программа начинает подставлять все значения вместо вас она тут же пересчитывает и на прочность и на жесткость в результате в конце она нам выдает чтобы для того чтобы выполнить условия требования жесткости и прочности при наших нагрузках вот то что мы даем 337 килограмм и при длине пролета который мы указали 6000 миллиметров при диаметре балки 240 миллиметров шаг балок должен быть не более 910 миллиметров смело берем подставляем 910 даже 900 возьмем миллиметров нажимаем определение нагрузки программа помнит все что мы задали но помимо этого она обратите внимание она уже изменила нагрузку с этим шагом и поэтому у нас при нажатии расчет вот у нас получилось значение уже успешно то есть наша балка проходит по всем условиям и можем даже убедиться с какими запасами вот запас в 1,59 в 1,02 чем интересна еще эта функция когда мы уже выбрали с вами нагрузки программа это все помнит в голове мы теперь можем просто как бы побалуясь ну поэкспериментировать допустим ну хотим узнать какой же максимальный диаметр вот при таком шаге нажимаем кнопочку диаметр и обратите внимание даже нагрузки пересчитываются то есть с изменениями вот вы видите программа у нас сейчас просчитывает сразу оба условия и по условиям прочности и по условиям жесткости наша задача теперь осталась дождаться результата вот пожалуйста программа нам выдает что при вот таких вот параметрах диаметр балки должен быть не менее 239 ну понятно что у нас такого диаметра не бывает поэтому мы можем задать спокойненько 240 к чему мы с вами и пришли дальше мы можем просто задать другой шаг например там 1500 миллиметров и хотим узнать какое сечение допустим при таком шаге будет опять же просто берем и выбираем диаметр балки обратить внимание программа будет учитывать такие вот параметры которые мы изменили сейчас он нам просчитает с вами и выдаст новые рекомендации то есть очень удобно производить разные там подборочки предварительные расчеты вот пожалуйста вот при таком шаге нам уже балочка предлагается не ниже 275 диаметр точно так же можно изменить просто диаметр допустим 320 тогда мы хотим узнать вот при таком сечении балки шаг какой будет максимальный вот пожалуйста программа нам сейчас опять же подберет значения близких предельным поэтому мы можем смело знать что мы можем в этом диапазоне устанавливать балки но шаг балок не должен превышать значение рекомендованных программ дождемся конца результата если вам надоело ждать можно просто закрыть программу произойдет вот пожалуйста шаг балок должен быть не более 2590 миллиметров это очень много поэтому это не значит что мы должны так балки ставить балки мы можем ставить уже но мы просто знаем что в диапазоне до 2,5 метра мы можем смело ставить балки на любом расстоянии и они у нас всегда будут удовлетворять условиям наших нагрузок и прочее вот все что я хотел сказать далее дополнительно я хочу еще сказать что у нас существует здесь расчет консоли когда мы ставим галочку на консоль то обратите внимание программа меняет картиночку и при этом уже здесь предельные прогибы автоматически применяются на консольные балки наша задача указать вылет консоли то есть вот балкончик например полтора метра 1500 вот при таких вот нагрузках допустим 240 мы нажимаем на предельные нагрузки обратите внимание она до сих пор помнит наши все установки единство что мы должны изменить ну на балконе понятно что зачем нам ставить какой-то утеплитель поэтому мы заходим на утеплитель убираем утеплитель убираем нижнее покрытие можем убрать пароизоляцию верхнее покрытие допустим там линолеум мы не хотим на балконе можем убрать смело нижний щитовой накат мы не хотим давайте его уберем в результате оставляем только балку и верхний щитовой накат вот такая будет у нас конструкция балкончика полезные нагрузки здесь надо уже поменять здесь мы уже будем выбирать нас интересуют допустим балконы лоджии с учетом нагрузки есть балконы по условиям нагрузки а вот сравним здесь есть рекомендации вот видите да согласно пункта 3839 по СНИПу 201 0785 то есть можно открыть и посмотреть нажимаем применить в расчетах расчет и выясняем что наша балка должна была прогнуться на 10 миллиметров в этой консоли а в результате наших нагрузочек маленьких балочка прогнется всего на 2 миллиметра то есть успешно также мы можем здесь также посчитать и шаг но обычно на консолях шаги очень большие поэтому очень хорошо можно расставлять в любом диапазоне вот в принципе все что я хотел рассказать в этой программе